Четыре самых главных типа, о которых совершенно необходимо сказать. Первый тип тканей – клетки-пограничники. Они будут образовывать свой, сплошной слой, отделяющий все остальные внутренние клетки от внешнего мира. Такие клетки называются у животных эпители, эпителиальные ткани. И уже здесь будет одна маленькая засада. Попробуем разобраться, а какие задачки будут стоять перед эпители. Первая – очевидная. А вот вторая – да, прошу вас. Ну вот первая – защита, разумеется, защита. Подавляющее большинство разных эпители имеет защитную функцию. Согласен с вами. А ну-ка, интересно. Обмен, а давайте попроще, по-русски скажем. Газообмен, то есть чудим можно говорить не просто. О, чудесно. Ну, с газообменом, правда, там все проще. Для тех, кто знает слово диффузия, весь газообмен всегда идет из зоны высокой концентрации в зону метро. Просто за счет диффузии. Так что какое-то особое приспособление здесь ставить не надо. А вот питательные вещества просто так клетку не попадут. Их мембрану не пустят. Поэтому вторая задачка у эпители, кроме защитной, еще и транспортная. Транспортная группа функций. Проводить сквозь себя определенные вещества. Ну, давайте в качестве тренировки. Как поважено, у внешнего эпители полжа, нашей с вами полжа, Какие функции более выражены? Защитная или транспортная? Защитная. Разумеется, защитная. Защита, кстати, очень хитро устроена, очень надежная. А транспортные есть какие-нибудь? Хорошо. Кто проводит кожу? Хорошо. Я знаю, что везде, во всех передачах, ну, кроме профессиональных, во всех, я не знаю, живых журналах и так далее, говорят о том, что кожа дышит. Ребят, нулевой газообмен через кожу у нас. Наша кожа совсем не умеет пропускать воздух. И к слову «ок». Никаких «пор» в нашей коже, конечно, нет. Скажите, пожалуйста, что в русском языке обозначает слово «пора»? Отверстие, согласны? Да. Отверстие, ведущее сквозь кожу. Классно. А внутри, под кожу, у нас что-нибудь есть или вообще ничего? Есть. Есть. Наше тело из клеток встает? Да. А как по-вашему? Все клетки прямо так приварены друг к другу совсем вплотную? Нет. А что в зазорах между клетками? Межклеточная. А какое оно? Не знаю. Жидкость, конечно. Жидкость. Межклеточная жидкость или тканевая жидкость. Или интерституциальная жидкость. По-разному названию. Ну, это классно. А теперь смотрите. Вы взяли и в кожу понаделали 100-500, как говорят в интернете, маленьких дырочек. И что с вами будет? Вылетать. Так вы вытечете на улицу. Просто. Разумеется, ни одного отверстия, ну, кроме ранения, кожи нет. А что же тогда видно на поверхности? Что люди называют кожу? А здесь такая почти криминальная история. 5 миллионов лет назад наши предки повысили. Вообще-то мы с вами млекопитающее. А млекопитающее должно быть пушистым. Согласны? Хорошо. А у нас волосяной покров остался только на очень ограниченных участках тела. Как встроен волос? А волос встроен волк как? Кстати, волосы, вот те, которые видны у вас на голове, это живое образование или нет? Нет. Нет. Нет, это ни одной живой клетки, в волосах, разумеется, нет. Волос встроен волк как? Вот он внешний свой кожа. Прямо под ним, он, кстати, очень тоненький у нас, вдоль миллиметра. Прямо под ним лежат в клетке. Который быстро-быстро умеет делиться. Так? И все потомки этих клеток выдвигаются вот так, вверх. После того, как такой потомок построен, он включает программу синтеза рогового вещества. Ну, для тех, кто хочет накладываться умным словом. Белок рогового вещества называется кератин. У нас с вами из кератина построен внешний слой кожи, волосы и ногти. У других животных рога, копыта, перья, октя и так далее. Это, кстати, единственная клетка, которая умеет этот белок строить. Чистый кератин своим физическим свойством, кроме температуры плавления. Так? Очень близок к инструментальной стали. Истучительный круги, очень прочный белок. Так? Хорошо. И вот клетки синтезируют кератин. Но дело в том, что когда такая клетка, вот она, да, она внутри себя строит вот так кератиновая пластина. Ну, скажите, когда она их много настроила, можно ли передать какие-то вещества из этой части клетки, вот в этой части? Она сразу заблокировала. И что будет с такой клеткой? Она погибает. А кератин, кроме всего прочего, страшно химически пассивный. Он почти ни с чем не взаимодействует. И даже бактерии его с огромным трудом разлагают. Поэтому от этого слоя клеток, да, остается только остатка. Все остальное разложилось, а кератиновая пластина осталась. Поэтому на поверхности нашей кожи, разумеется, ни одной живой клетки нет. Вся поверхность покрыта вот этой роговой защитой. Это неудивительно. Дело в том, что, как ни странно, воздух – это совершенно смертельная среда для жизни. Контакт с воздухом смертелен. За 15 секунд любая клетка погибает. Кто поймет почему? Вот у нас есть такая клетка. Хорошо? Испаряется много воды. Именно так. Дело в том, что вода не замечает клеточную мембрану. Вода совершенно спокойно проходит и сюда, и сюда. Просто за счет дыхания. Пока клетка сидит в жидком растворе, сколько воды вышло, столько и вошло. Ничего страшного. Стоит попасть на воздух, что происходит. Выйти вода может. Вообще, по идее, вот эта пленочка воды может вернуться обратно, но она не вернется. Почему? А что будет с водой на воздухе? Она испарится. Она уйдет в газовую плазу. И все. Клетка неопротива теряет воздух. Так что запомните, контакт живых плеток с воздухом обязательно должен быть заблокирован. На поверхности кожи ни одной живой плетки. А вот на поверхности глаза, наоборот, плетки живые. Почему не гибнут? Мы их смачиваем. А как называется специальная жидкость, которая для этого строится? Слезная жидкость. Для этого есть у нас слезные железы. Хорошо. А почему не гибнут клетки внутри рта, на поверхности губы, языка, слезные железы? Хорошо. А почему не гибнут клетки в легких? Мы же туда специально всасываем голову. Ребята, ровно так же. По всей плене воздухоносных путей стоят железистые клетки, выделяющие очень жидкую слизь, которая называется мокрота. Так? Если, не дай богу, у человека что-то с производством мокрота, что с ним происходит? Кашляет три избытки мокроты. А есть недостатки? Некроз легких. Необратимое разрушение смерти частных легочных тканей. Весь страшный. Совершенно помыть человеку в этом случае нельзя. Кстати, здесь возникает интересная техническая задача. Вот смотрите, я стою, вы сидите, да? У нас идут воздухоносные пути от носоглотки, вот так вот, примерно до третьего ребра. И здесь трахея, широкая труба. На два бронха. Ветки бронх ушли в легкие. Классно. И все это хозяйство должно быть покрыто слоем мокроты. Вообще-то жидкость куда течет себя? Вниз. Что должно произойти? Все вверхе. Все должно стечь в легкие, и мы должны захлипнуться на сушу. Захлипнуться чем? А собственной мокроты тем, что произведено для нашей защиты. Кто знает, почему этого не происходит? Постоянная, ежечасная, ежеминутная, ежесекундная откачка мокроты. Есть такой специальный эпителий, раз мы об этой эпителии говорим, что он состоит из клеток, не просто покрывающих что-то, как обои, а все клетки этого эпителия несут по ресничке. И они тратят очень много энергии на то, чтобы все эти реснички одновременно работают. Кто знает вообще, зачем реснички используются живыми клетками? Почему все ли они одни и те же? Извините, вопрос, можно? Не совсем скромно. А в носу есть такая уже? Разумеется, есть, а как же? Дело в том, что то, что вы называете соши, это не совсем мокроты. Это же больно-специфические задачи. Одна из важнейших какая? Да, разумеется, бактериоцидная. Надо просто перепить бактерии, которых вы вдыхаете, на самом деле много тысяч шпук на каждом дне. Так почему вы немедленно не заболеваете, а просто из-за защитных функций дыхательной системы? Так что, ребята, относиться к своему телу так высокомерно и считать, что вот это противно, я об этом даже и знать ничего не хочу. Ну, можно, наверное. Только вы тогда никогда не поймете, как на самом деле устроено ваше тело и как оно на самом деле живое. В результате в дыхательных путях вот такой ресничный эпителий. Между этими клетками сидят бокаловидные клетки, которые как раз и выделяют связь. Но реснички заставляют слизь не стекать вниз, они гонят вверх. В результате постоянный поток мокроты поднимается по трофиле. А затем мы его просто рефлекторно сгладываем вместе со слюной. На этом не сметим. Много отъезда звучат все нормально с дыхательным путем. Возвращаемся к волосу, деталям. Как строил внешний слой кожи, внешняя петельная кожа, разобрались. А теперь представь такую штуку. Пришел гаденький мальчик и сильно-сильно нажал. Продавил здесь вот такую яму. Скажите, пожалуйста, куда попал от свой? На двой яму. На двой яму. Это понятно? Ну если вот так нажать, клетка, которая под зоной нажатия, она здесь окажется. Продавил. В результате вот здесь на дне сидят клетки, которые что умеют строить? Двух рукавого вещества, а кератин. Так только взять и отвариться в качестве чешуйки здесь невозможно. Это шапка. У нее стенки есть. В результате из кератина формируется стержень, который начинает выдвигаться с такой цилиндрик. У кератина одно неприятное свойство. Он легко окисляется кислородом воздуха, а после этого пластинки начинают отваливаться друг от друга. Вот если такая неприятность с волосом происходит, мы что говорим? Перфить? Нет, нет, не берфить. Перфить это когда в горсу да отваливается. Не так, как можно. Всю гудться волосы, разумеется. Так? Чтобы волосы не секлись. А надо просто не пустить к роговому веществу воздух. Как это делает зарубка? Вот здесь вот сбоку находится железа, выделяющая смазку. Можно было, конечно, водой смазать. Но вода что сделает? Она испарится. Она испарится очень быстро. А какое жидкое вещество не испаряется? Жиры. Жиры. Волос не испаряется. Я вас поздравляю. Жиры. 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 Это сальные железы. В результате, если кожа у человека здорового, волос выдвигается из своей волосы, уже смазан. Ну, а избытки этой смазки ведут на смазку поверхности, которая между волосами. А теперь можно разобраться с тем, что называют волосами. Вот такая система у нас на бровях, ресницах, на голове, ну, еще в некоторых местах. А большая часть тела без волосного покрова. А вот эта заготовка вся осталась. Она никуда не делась. Просто волос из нее не растет. В результате, что мы видим снаружи? А мы снаружи видим маленькое отверстие, которое называют пора. Только это никакая не дырка, ведущая вблубь тела. И никакие вещества сквозь пору пройти, конечно, не могут. У нее стенки, это шахт. Нехорошая вещь, вот почему. Сюда, пустая шерсть, могут сюда набиться всякие мусор. Можете набиться? Можем. Но кто немедленно заселит? Кто у нас любитель органического мусора, присутствующего абсолютно везде? Бактерия. И чего начнется с пор? Воспаление. Здравствуй, знаменитая подростковая сытка. Проклятие всех подростков, всех времен и всех народов. Дело в том, что из-за перестройки организма у подростков выделяется очень много кожного сала. В результате пора расширяется. И обычно наша система защиты, иммунная система, в общем-то держится под контролем от шахта. Но когда шахта стала вот такой шириной, до серединки не дотянешься. Ну и начинается воспаление. Внутри первоначально. А потом охватывается отружающий. Так что, умоляю вас, никаких отверстий в коже человека. И никакого дыхания через кожу. Дышим мы легкими точками. Других органов дыхания не предусмотрено. Первый тип калитеты.